Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Очень рада вас приветствовать! Сегодня я к вам с полезным видео. Сегодня предлагаю поговорить о том, какие яйца лучше. На что обратить внимание при покупке яиц, чтобы они были вкусные и, самое главное, полезные. Я с вами поделюсь своим личным опытом и добавлю немного опыта своей мамы. Она у меня живет за городом, у меня всегда есть курица, всегда есть домашние яйца. Поэтому надеюсь, что вы с пользой проведете со мной время. И в комментариях меня обязательно дополните. Начнем с самого начала. В каком магазине лучше всего покупать яйца? Лучше всего покупать в том магазине, в котором яйца продаются и хранятся в холодильнике. Так, мне кажется, не снижаются сроки годности и яйца наиболее свежие. Второй очень важный момент – это упаковка. Здесь, я думаю, что многие хозяйки со мной согласятся. Лучше всего выбирать натуральную, дышащую, картонную упаковку. Практически не покупаю яйца вот в таком вот пластике. Особенно если яйца в такой пластиковой упаковке хранятся без холодильника, мне кажется, бактерии в таком пластике размножаются очень быстро. Поэтому таких вот неприятных упаковок стараюсь избегать. В магазине обязательно открываю упаковку и проверяю скорлупу яиц. Если хотя бы одно яйцо со сколом или трещиной, не беру всю упаковку. Ищу ту партию, ищу тот десяток яиц, где скорлупа полностью целая, то есть яйца не битые. Почему так делаю, почему так рассуждаю, потому что яйцами отравиться очень быстро. Отравление крайне тяжелое, поэтому здоровьем не рискую. Знаю, что если одно яйцо треснутое и если еще нарушаются условия хранения, то вся инфекция распространяется очень быстро и распространяется по ближайшим яйцам. Поэтому беру только яйца с целой скорлупой. Дальше обращаю на категорию яиц. Чаще всего в магазинах яйца продаются либо диетические, либо столовые. Диетическими яйца являются первые 7 дней после того, как их снесла несушка. И у диетических яиц неподвижный желток. Считается, что эти яйца самые свежие, самые вкусные, в них наибольшее количество витаминов. Но если честно, друзья, диетические яйца я практически не покупаю и редко вижу их в продаже. Чаще всего беру обычное столовое яйцо. Столовые яйца делятся по массе. Есть отборный весом до 73 грамм. Есть яйца первой категории, где вес яйца до 63 грамм. Есть яйца второй категории, вес до 53 грамм. И маленькие яйца, их вес до 45 грамм. Как я вам уже сказала, я стараюсь не покупать слишком мелкие и слишком крупные яйца. Я чаще всего покупаю яйца первой и второй категории. Значит, почему не беру мелкие яйца? Моя мама говорит, что мелкие яйца несут либо очень молодые, либо очень старые куры. И если птица чем-то болеет, то яйца у нее тоже мелкие. Мы с вами видим только яйцо, не можем сказать, что за курица. Поэтому я не рискую. Беру яйца даже для выпечки и для салата в категории 1 либо 2. Значит, также не покупаю, стараюсь не покупать очень крупные яйца. Потому что размер яйца регулируется рационом питания кур. Значит, очень часто кур кормят гормонами для того, чтобы они сами были более такие мясные, так скажем. И яйца тоже были большего размера. Поэтому слишком крупные, неестественно крупные яйца я не покупаю. Цвет скорлупы абсолютно никак не влияет на качество и вкус. Единственное, что я прочитала, это то, что яйца с коричневой скорлупой более прочные. Но, если честно, я больше люблю белые яйца и чаще всего их покупаю. А вот на цвет желтка обязательно стоит обратить внимание. Если желток яркий, значит курица помимо комбикорма получает еще растительную пищу. В ее жизни много воздуха и света. Если желток совсем бледный, то значит курица ест только комбикорм. Значит, в ее жизни мало света, мало воздуха, живет она в тесной клетке. Но, друзья, также обращаю ваше внимание, если желток слишком яркий, вот прям такого неестественно яркого желтого оттенка, то на это тоже обратите внимание. Потому что некоторые фермера, некоторые фермерские хозяйства в корма своих кор добавляют каротин, который делает желток прям очень ярким, даже огненно-оранжевым. Поэтому выбирайте яйца с натурально желтым оттенком. Ни в коем случае не бледным, ну и нежелательно, чтобы желток был слишком ярким. И последних два параметра, на которые обязательно нужно обратить внимание в магазине. Значит, первое. Обратите внимание на скорлупу. Если скорлупа шероховатая, то значит в рационе курицы, в рационе они сушки, недостаточно было витаминов. Соответственно, вы их из этого яйца тоже не получите. Скорлупа должна быть у яиц гладкой. Никаких шероховатостей, никаких апельсиновых корочек. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Гладкая, естественная скорлупа. И желательно, как я вам уже сказала, чтобы были небольшие загрязнения на скорлупе. Это говорит о том, что производитель ничем яйцо не обрабатывал, не мыл его. Значит, яйцо будет у вас дольше храниться. Поэтому коротко подвожу итог. Покупайте яйца в тех магазинах, в которых они продаются в холодильниках. Значит, дальше. Упаковка должна быть картонной, натуральной, дышащей. Смотрим на скорлупу, никаких трещин, никаких сколов. Значит, яйца лучше покупать в первой и второй категории. Обязательно смотрим на саму скорлупу, никакой шероховатости. Значит, скорлупа гладкая. И лучше, если будут вот такие вот натуральные загрязнения на яйце. Дальше. Обязательно смотрим на желток. Если слишком бледный желток, то у этого производителя яйца больше не покупайте. Вот такие вот простые хитрости. Буду рада, если вы меня дополните. Если я что-то не сказала, если у вас есть личный опыт, обязательно делитесь им в комментариях. Друзья, также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мою группу ВКонтакте. Там мы всё очень бурно обсуждаем, обсудим и яйца. Поэтому присоединяйтесь к нашей дружной команде. Все ссылочки, где подписаться, я оставлю под видео. Всем вам огромное спасибо за просмотр. Всем пока!